500 евро за ноябрь. Такой счет пришел нашей зрительнице Елене. Она живет в Огре. Как быть и как платить? Материал Виктории Пушкила. Отто. Глаза пешкой. Ну, просто что-то сумасшедшее, как по мне казалось. Ну, нереальное. Космос просто. Это жительница Огры Елена. Такие эмоции она испытала после того, как получила ноябрьский счет за электричество. В прошлом году у нас в этом же месяце было 130 евро. И в этом месяце, в этом году уже 509 евро. Это просто как так. Елена живет в частном доме с мужем и двумя детьми. На первом этаже ее офис и магазин косметики. На втором – жилая зона. Всего около 100 квадратных метров. Есть и радиаторы в каждой комнате. Электрические, конечно. Вот у нас есть робот-пылесос, который мы постоянно используем. Здесь я готовлю, как всегда. Каждый день используем плиту. Вода у нас тоже из насоса идет, тоже на электричестве. Так как у нас двойня, приходится стирать довольно часто. Бойлер у нас включен 24-7, так как нам горячая вода нужна. Каждый день мы моемся. Вот здесь у нас магазин. Здесь обычно приходят к нам клиенты, и свет здесь горит постоянно. Все лампочки мы используем А+. Всегда используем теплый пол зимой, около 20 градусов, чтобы было комфортно. На электричестве у нас полностью все. И даже продукты, фотка, получается, заряжать надо батарейку. Это тоже электричество. Если в прошлом году я использовала около 1000 киловатт, то в этом году это 2000 киловатт плюс-минус, то цена должна была быть около 200 евро. 128 делить на 990 надо. 13 центов за киловатт в прошлом году, а в этом году получается... Так, 500. Так, 509 делить на 39. В этом году уже 23. На 10 центов за год за киловатт поднялась цена. Я подозреваю, что следующий счет будет еще больше, потому что цены растут бешено. Но мы платим не только за электричество, которое мы потребляем. Нам еще надо заплатить за то, что нам его доставили. Плюс зеленый компонент обязательной закупки. И в конце плюс НДС. 21%. И были предложения этот НДС снизить с 21% до 5%. Так, по задумке Минэкономики, можно было бы компенсировать резкое подорожание электроэнергии. Но вчера на заседании партнеров по коалиции от этой идеи отказались. Мы предлагали снизить стоимость распределения электроэнергии на 50%. Второй блок – сниженные ставки НДС на электроэнергию, природный газ и на древесину для отопления. Единогласное решение достигнуто лишь по тарифам распределения электроэнергии. По нашим подсчетам, вместе со снижением компонента обязательной закупки, общий счет за электричество может стать ниже на 20%. Сейчас стоимость доставки электричества с НДС – 4 евро на 93 цента за киловатт-час. Ранее РУСЛСМ подсчитал, что для семьи, потребляющей 250 киловатт-час в месяц, это будет означать экономию примерно 6 евро в месяц. Значит, для Елены и ее семьи, которая потребляет 2000 киловатт электроэнергии в месяц, счет будет примерно на 48 евро в меньше. Тариф сократят временно на эту зиму. Впрочем, окончательное решение правительства еще не принято.